Добрый вечер. Мы начинаем прямые эфиры Медиаинформ. Мой гость Леонид Исаакович Теккель, журналист, Добрый вечер. Лидер движения общественного, как оно называется? Защитим Одессу вместе. Защитим Одессу вместе. Вместе с вами. Леонид Исаакович, завтра день журналиста. Я думаю, что и зрители, и я присоединяюсь. Поздравляю вас с этим днем, потому что, пожалуй, из множества журналистов, которые сегодня существуют в нашем, работают в нашем городе. Вы один из тех, кто поднимает тот ил, накопившийся на дне нашего Черного моря. Спасибо. Сколько в этом результатов, трудно сказать, но то, что вы понимаете, это уже много, потому что для этого нужно иметь и мужество, и знания, и энергию, которая, судя по всему, уходит очень много. Спасибо. Только ленивый не говорит о том, что вместе с журналистом в нашем обществе четвертая власть и всякие такие традиционные вещи, о которых мы сегодня говорить не будем. Это громкие слова. Да, потому что это ничего общего с действительностью, кроме чего, не имеет. Я бы начать хотел вот с чего. Что в последние годы определилась явная совершенно тенденция похода журналистов во власть. Наши журналисты, особенно верховную власть, будем так, верховный совет. Ну, просто местные выборы происходили в другой политической реальности, а сейчас, наверное, в новых выборах местных очень многие журналисты пойдут во власть. И вот вопрос, который возникает. Ведь любой журналист, какую бы силу он ни представлял, в результате идет от какой-то силы, от какой-то политической силы. Ну, в общем, да. И берет на себя обязательства, естественно, перед этой политической силой. Так, Наем взял на себя ответственность за блок Порошенко. Другие взяли на себя ответственность за Народный фронт. Третьи взяли за самопомощь. И таким образом выяснилось, что все они в какой-то мере зависимы. Не становится ли человек, который называл себя журналистом, или который проявил себя как журналист, идущая власть, перестает быть журналистом? Значит, вы затронули настолько интересную тему. Но не до тела можно было бы очень много поговорить, особенно опираясь на международный опыт. Потому что эта тенденция же существует не только у нас. Очень интересно, подобные тенденции, кстати, есть, например, в Израиле. Вот в Израиле вопрос перехода журналистов, это одна из самых дискуссионных тем политических. Потому что даже партии возникают, которые из бывших журналистов. Потому что они известны, и этим привлекают. Да, публичные люди, понятно. Публичные люди. Это очень сложный вопрос. Дело в том, что я бы сказал так, что вообще вопрос заключается в следующем. Может ли быть журналист общественным активистом? Потому что общественный активист является первой стадией политической деятельности. Независимый. Да. Независимый. Да. Дело в том, что тут же проблема на самом деле заключается в том, что с момента, когда ты описываешь ситуацию, то в тот момент, когда ты смотришь себя действующим лицом, очень много меняется. Ну и следующая стадия, это переход уже в политики из общественных активистов. Все те, кто сейчас пришли во власть, они все начинали как общественные активисты. То есть наем, человек, который, в общем-то, был одним из идеологов возникновения Майдана в Киеве, который рассматривался тогда не как журналист, а именно как общественный деятель, общественный активист, и потом он перешел в политику. Понимаете, в чем дело? Вот я здесь придерживаюсь такой позиции. Вот я сейчас не буду обсуждать первую часть проблемы, которая, на мой взгляд, более сложная, хотя, может, если вы захотите ее обсудить, это именно журналисты и общественные активисты. Здесь очень сложный вопрос. А вот вопрос второй, переход общественного активиста под эгиду политической силы, на мой взгляд, вот с теми журналистами, к которым я отношусь к уважениям киевским, и которые это сделали, здесь нету вот такой прямой зависимости их. То есть они, конечно, сохраняют определенную там корректность относительно той политической силы, в которой они выступают, но при этом были очень хорошие прецеденты их действия в Верховной Раде. Они все равно сохраняют свою независимость. Политическая деятельность — это неизбежные компромиссы какие-то. Есть, есть. То есть человек, принимая решение идти в политику, он понимает, что он будет вынужден идти на какие-то компромиссы. И идя на компромиссы, конечно же, всегда есть плюсы, есть свои минусы. Политическая сила — это один из вариантов компромисса. Но я не думаю, что на сегодняшний день возможна ситуация, что эти журналисты утратят свою объективность, как бы, ну, большую часть объективности из-за этого. Я даже сказал бы наоборот, что журналисты, не имеющие возможности политической защиты, очень часто именно поэтому менее объективны, чем те, которые такую имеют. В наших условиях. Понятно. Это очень важный момент, потому что я вот это подчеркну. В наших условиях. Почему? Потому что у нас журналистика — это очень специфическая сфера деятельности, учитывая, что у нас журналистика — это не бизнес. То есть у нас СМИ — это не бизнес. В наших условиях СМИ — это нечто совершенно иное. Поэтому вот я повторяю сейчас, в наших условиях, в нашей специфике, это нормальная вещь. Я впервые слышу и совершенно согласен с тем, что журналистика или СМИ, средства массовой информации, то есть это телевизионные каналы, это не бизнес у нас, потому что многие считают, что это бизнес и очень крутой бизнес, а на самом деле это не просто не крутой бизнес, это убыточное дело. Если кто-то хочет его попробовать, было бы очень интересно услышать его результат через некоторое время. Это трагедия для страны, потому что на самом деле пока у нас не будет бизнеса в СМИ, у нас не будут независимых СМИ. Это неизбежная проблема. Это правильно, это правильно, об этом должны услышать все. 737-7310, если вы хотите позвонить и поздравить Леонида Исааковича Штекеля с будущим наступающим на нас праздником журналисты, я думаю, что многие это могут сделать, пожалуйста, звоните, и вам дают возможность очень коротко это сделать. И вернемся к начальному этапу, к журналисту-общественнику. Ну вот журналист, общественник, ставший депутатом Верховного Совета, он защищен во многом. Он имеет вес, он может действовать через свои запросы, через фракцию, подниматься, выступать и так далее. А вот все, что касается журналиста-общественника, местного уровня, будем так говорить. Вот Штекель, это журналист-общественник Одессы. Да. Да? Хотя вы иногда выходите за рамки этого города. Ну, известно, да. Да, но при этом, при всем, основной акцент на Одессе. Ведь вы раздражаете власть, насколько я понимаю. Просто раздражаете ее. Понимаете, дело в том, что... Не имея при этом, по большому счету, влияния ей зачастую ответить тем же, или во всяком случае наказать за свое раздражение. Ну, понимаете, тут ситуация такая, что на сегодняшний день, это мое глубокое убеждение, общественные активисты являются единственной оппозицией в городе. Потому что те политические партии, которые как бы имеют свои флаги оппозиционные, они в массе своей оппозиции не являются. Ну, может быть, только иногда. Ситуационно. В этом смысле общественные активисты являются реальной оппозицией. Именно они высказывают свое отношение оппозиционное к тем или иным решениям властей. И, к сожалению, да, раздражение — это вещь понятная. Но, к сожалению, мне хотелось бы, чтобы больше было конструктиво взаимоотношения с властью. Потому что... Ну, вот я приведу простой пример. Как раз сегодняшний пример. В воскресенье я шел по трассе здоровья. Ну, я там гуляю. Вот. И наткнулся на велосипедистов, которые проводили акцию протеста против того, что там разъезжают мотоциклисты, что там разъезжают мусоровозы во все это время. Водители, значит, этих микроавтобусов. Там сложный вопрос. Вот. Ну, так я, как человек известный, то он запросы в милицию делал. Делал и стал делать, был вынужден делать я. Там вызывали милицию, ГАИ их делали. И я же сделал запросы властям, в милицию. Вот сегодня пришел первый ответ от городских властей, которые подтвердили, что действительно мусоровозы не имеют права ездить по трассе здоровья в дневное время, а должны ехать только ночью. И то, что мусоровоз «Союз» оказался там, это форс-мажорные обстоятельства. Вот. И теперь они будут ездить только с 12 утра до 5. Я понял. Вам звонят. Говорите, пожалуйста, извините, что пришлось ждать. Говорите. Говорите. Мы вас слышим. Говорите. Добрый день. Добрый день. Я вас поздравляю с... Поздравляю вас с наступающим праздником. Спасибо. Мне 77 лет. И я вот смотрю передачи, и есть разные журналисты. Я начинаю теряться. Одни говорят одно, другие говорят другое. Третьи говорят третье. Понимаете? Дело в том, что от журналистики это четвертая власть. И должна быть какая-то польза. И если журналист раскрывает какие-то дела, власть должна реагировать на это. А у нас этого не получается. Ответьте мне, пожалуйста, почему это так получается. Спасибо. Спасибо за много. Значит, ответ очень простой. Но вот здесь власть ответила, потому что это ее как бы не сильно задевало. В общем-то, там более серьезные были вопросы. На них пока ответа нет. Здесь же я могу ответить этому человеку. Я не знаю, как его зовут. Все очень просто. Если за людьми, которые высказывают свое недовольство с тем ситуацией, которые есть, отношением к людям, действиями властей, выходят люди, если это поддержано одесситами, это совершенно другая вещь. А если это просто вышло 5, 6, 10, 20 человек, то этого мало. Понимаете, в чем дело? То есть вообще до Майдана я мог писать, как центральную прачечную писать, писать, заявлять и так далее. Сейчас ситуация иная. Но все равно то, что одесситы удивительные, инфантильные. Вот пока к ним домой не придут и не начнут бить по голове кирпичом или молотком, они же не слезут со стула. И вот то, что эта инфантильность людей, она безумно мешает, потому что мы боремся, ведь не за себя боремся, не за собственную выгоду какую-то, а боремся во имя этих людей. А люди, к сожалению, молчат. И от этого власть чувствует, что люди молчат, и она чувствует в этом свою возможность творить все, что она считает нужным. Вот пытаемся не давать ей спокойно спать. По поводу конкретно вопроса, почему такое разнообразие мнений наших призналистов? Ну, во-первых, я хочу сказать, что есть две проблемы. Во-первых, наши проблемы, которые сейчас существуют, они очень профессионально, нужно знать глубину профессионально того, что делается. А вот у нас профессионализм сейчас плохо. У нас плохо с профессионализмом и у так называемых профессионалов, и у журналистов. Очень часто люди пишут, говорят, показывают вещи. Вы очень точно сказали, и у профессионалов, и у журналистов. Потому что журналистов сегодня гораздо больше, чем профессионалов. Я понимаю, да. К сожалению, у всех не хватает, в общем-то, профессиональных знаний. У нас огромный дефицит информации, настоящей информации о ситуации. Мы очень мало что знаем, я честно говорю. То есть, вот я, допустим, сейчас сделал серию передач о берегозащитных сооружениях. И вот я могу сказать, что одним из важнейшим дефицитом здесь является дефицит профессионализма. И у тех, кто им занимается, и у тех, кто об этом говорит, это здесь полный кирдык. Ну, основной причиной, я, может быть, влезу не в подготовленную вами тему, нами тему, журналистика. Я могу сказать следующее, что знакомясь с берега укрепляющими работами в прошлом, наши инженеры и проектанты совершенно не думали о том, что эти берега будут так осваиваться, как сегодня. Они даже в страшном сне себе не представляли. Это одна из серьезнейших проблем. Застраивание, хаотичное застраивание и так далее. То есть, здесь масса. Но я говорю, что, вы понимаете, мы вообще... Мне когда-то казалось... Они, простите, защищали побереги. Они защищали пляжи. Они огромные террасы ресторанов и так далее. Просто, понимаете, мне когда-то в свое время, когда я был молодым, казалось, что в Советском Союзе вот чего, что никогда не кончится, это количество инженеров. Вот, казалось бы, инженеры это, ну, все угодно. А вот сейчас сумасшедший дефицит технических знаний, сумасшедший дефицит. Сумасшедшая нехватка людей, знающих элементарные вещи. И, к сожалению, вот это очень сильно отражается на нашей жизни. У нас дефицит профессионализма чудовищный. Чудовищный дефицит профессионализма. Возвращаясь к вопросу, который задал нам уважаемый телезритель, я бы еще хотел объяснить, я с вашего решения объясню и ситуацию с разночтением мнения. Зачастую это мнение неискреннее, прямо скажем. Потому что сегодня так объективно сложилось, и мы уже об этом говорили, существует масса, средства массовой информации, они убыточны и существуют за счет каких-то спонсорских, или будем так говорить цинично, хозяев, которые стоят за спиной. Ведь правда это, да? Да. За спиной тех или иных каналов, газет, следовательно, и групп журналистов. Поэтому, к сожалению, величайшему, объективности здесь не ждите, и очень трудно ее ждать, по той простой причине, что хозяин может уволить, хозяин может сказать циц, хозяин может настоять на том, чтобы этот человек вообще прекратил свое существование как журналист, если он пошел против него. Поэтому во многом и зачастую, ну достаточно сказать, что есть каналы городского мэра, есть каналы Кивалова, есть каналы там так далее и тому подобное, и каждый из этих каналов решает свою политическую задачу, политическую задачу своего хозяина, простите за цинизм. Я просто хочу еще подчеркнуть одну вещь, вот часто, часто не представляют себе люди. И в этом смысле, простите, оппозиционные каналы к нынешней власти всегда работают с вами во многом. Понятно, конечно. Но это не значит, что они говорят все, повторяют все, что разные же интересы есть. Я просто хочу сказать, что очень часто, вот когда говорят о нашей ситуации, значит, вспоминаю там Америку 20-х, 30-х годов, когда, то есть, очень большой такой, и были мафиозные группы, связанные с сухим законом. Но люди не понимают одной вещи. В Америке, даже в самые вот такие мафиозные времена, газеты это был бизнес. И вот это играло свою роль, потому что мнение читателя, если читатель не будет покупать эту газету, то она нафиг никому не нужна. Поэтому вот это было очень важно, нужно было заставить, нужно было, чтобы читателю понравиться и читателю, не только тому, кто хозяину газеты, но и читателю. И это заставляло газеты быть хоть чуть-чуть объективно, потому что иначе просто их перестали покупать. Конкуренция бы убила лживую газету. Это очень важный момент. А у нас, к сожалению, даже у нас не существует этих критериев объективности. Вот это очень печальное, к сожалению. Вот давайте вот сейчас приведем пример полярности и даже не полярности, а разного взгляда на трассу здоровья. Вот я сейчас скажу свой взгляд. Вы говорите о велосипедистах и их, так сказать, поездках по трассе здоровья. Я полностью за. Но, должен сказать, что недавно, во время прогулки по трассе здоровья, в районе есть такой пляж Утесов, по-моему, в Отраде. Утесов он называется, там ресторан Утесов или пляж Утесов, я не знаю. Я, выйдя по дорожке на трассу здоровья, был, слава богу, что у меня еще более-менее приличная реакция. Я буквально в прыжке ушел от велосипедиста, который на крутом вираже, там такой вираж есть, на крутом вираже свернул на трассу здоровья. Ну, он ехал по трассе здоровья. Со скоростью, превышающей, по-моему, скорость автомобиля, да, в какой-то мере. И я понял, что если бы, не дай бог, тут был бы ребенок или женщина, это был бы тяжелый случай. Я с вами совершенно согласен. Дело в том, что, понимаете, когда мы выступаем, когда вот я выступаю в защите велосипедистов, то здесь мы выступаем просто в связи с тем, что мусоровоз, имеющий размеры с эту всю полосу, он просто, если он едет по трассе, то это вообще полный кирдык. Потому что там, ну, то есть вообще даже ходить невозможно на этом. Но это первый момент. А мотоциклисты, ну, велосипедистам нечего делать по сравнению с мотоциклистами, понимаете? То есть это больше... Да, скорость совершенно другая. Да, это просто большее зло. С другой стороны, конечно же, существует проблема, связанная с наведением правил движения для велосипедистов и роликов и прочее. К сожалению, у нас на сегодняшний день вот эта система самоорганизации, она плохо работает. И среди велосипедистов я вообще не могу понять, как люди могут себе позволить гонять на сумасшедших скоростях, когда у нас и людей. Ну, ночью, допустим, если бы они ехали, я еще могу понять, там никого нет. Но если когда огромное количество людей, они гонят на сумасшедших скоростях, я считаю, что это нонсенс. И вообще, как бы, вот, сообщество велосипедистов должно, должно, как бы, найти способ саморегуляции и самим установить правила пользования этой трассой. Это необходимо. Но это просто, как бы, дополнительный момент, который я осужден. Вот, огромное количество вопросов к вам. Я звонок. Ну, давайте. Да, вам звонят и будут звонить, судя по всему. Говорите, пожалуйста. Я, когда к вам звонил, я не представился. Я не представился? Да, вы не представили, вы сказали, что вам 77 лет. Меня зовут Михаил Аркадьевич. Очень приятно. Значит... Да, Михаил Аркадьевич. Совершенно верно. Так вот, насчет профессионального журналиста, для меня это был Борис Деревянко, царство ему небесное, который в такое тяжелое время открывал серьезные темы. А насчет того, что хозяин уволит, можно сделать независимое правдивое телевидение, и тогда никто не будет вас увольнять. Да, да, пытаемся, пытаемся. По-моему, как раз вы попали по адресу, но с другой стороны, все равно это тяжелый хлеб. Бог с ним. Я не являюсь фанатом Бориса Федоровича Деревянко. Об этом не модно говорить, но я в свое время, в 1988 году, вез подписи одесситов с тем, чтобы Бориса Федоровича Деревянко избрали делегатом в 19-ю партийную конференцию. Я привез это 3,5 тысячи подписей, отдал их Диме Муратову, который был тогда замглавного редактора «Комсомольской правды». Но он сказал, что мы опоздали на два дня. Уже поздно что-то менять, уже списки все отведены. Но я не являюсь фанатом Бориса Федоровича Деревянко. У меня к нему были ряд вопросов серьезных. Я с гораздо большим уважением отношусь к Юрию Марковичу Мазуру, о котором гораздо меньше помнят. К прошлому редактору газеты «Юг». Он действительно был замечательным человеком и журналистом. Мне очень жаль, что о нем очень мало, к сожалению, вспоминают. И эта история одесской журналистики – это отдельная, очень интересная тема, которая, к сожалению, совершенно не поднимается. Потому что судьба «Вечерней Одессы», судьба тех людей, которые были с ней связаны, судьба «Юга», ну, знание коммунизма, потом «Юга». Это вообще безумно интересная история. Но, к сожалению, на сегодняшний день этой информации об этом нет у людей. Люди, в общем-то, честно, чаще всего работают штампами. Тут штампы не подойдут. На самом деле все было гораздо сложнее, но и гораздо интереснее. Да, это правда. И, наверное, я бы должен был сказать что-то такое умное, умнее, чем сказать, что все-таки Одесский Союз журналистов мог бы заняться этими темами, которые ему миры, почему, очень близки, и в которых он может купаться, потому что ветераны еще, слава богу, кое-какие живы этих изданий. Это было бы, наверное, правильно, и это было бы то направление, которое бы оправдало его существование. Ну, да ладно. Поехали дальше. Извините. Не будем, Юрий. Да, да. То, что произошло недавно, взбудрировало чуть ли не весь мир. Саакашвили, Михаил, Миша Одессит. Кто-то пытается там, по-моему, даже из политических партий создать такие бигборды. Ты Одессит, Мишка, и тому подобные вещи. Ну, понятно, да. Ну, понятно. Вы Одессит, который, ну, вот корни. Вот есть корни, а есть и поверхностные. Надо дать должное, что, да, Леонид Штекер такой, коренной такой, с корнями. В третьем поколении. Да, неважно. Да. Это же нужно, не надо родиться коренным даже. В четвертом. В третьем, в четвертом поколении. Это нужно впитать в себя воздух, атмосферу этого города. Так вот, экс-президент Грузии, как вы считаете, это честь для нас, назначение губернатором или испытание? Я сказал бы, что это и то, и другое. Я приветствую назначение Саакашвили. Я не являюсь ярым неприятием Игоря Палеца, потому что у меня сложное отношение к его правлению. Я написал об этом. То есть у меня такое двояковочное сложное отношение к нему. Ну, в результате я читал, вы написали положительным. В общем-то положительным. В отношении общественности нет, а в отношении мира да. Ну, в общем, там много нюансов есть. Ну, в общем, я бы не ставил какую-то оценку. Я просто говорю, что есть разные мнения. Но очень многие вещи, которые нужно сделать, он не сделал. И я считаю, я надеюсь, что Саакашвили пойдет на то, чтобы пытаться изменить наш коррупционный мир одесский. Потому что Одесса может считаться, ну, если не столицей коррупции, здесь вряд ли мы Киев переплюнем, но где-то приближаться к... Еще не первый, только мне второй. Да, да. Приближаемся к этому. То есть есть надежда, что Саакашвили сможет изменить вот эту вот коррупционную природу нашего города. Хотя это безумно непросто, я не знаю, как ему это будет. Я бы не решил, кстати, скажу честно. Вот мне сказали, хочешь пойти, я бы не пошел. Поэтому я... Вот я хотел только спросить. Вот вызву, позвали, что это пригласили. Нет, я бы не решился, потому что я говорю, что здесь нужно брать на себя сумасшедшую ответственность. Что, вы что, боитесь ответственности? Вы все время на себя тянете. Я беру ответственность там, где я понимаю, там, где я уверен, что я могу профессионально оценить. А там, где я не могу, я не хочу брать ответственность. Действовать вот так вот не хочу. И здесь чрезвычайно сложная ситуация. Поэтому я надеюсь, что ему удастся, ну, хотя бы частично сделать это. Я считаю, что он безумно рискует. Потому что, вот это мое мнение, потому что для западной прессы, для западных людей, которые приглашают его на лекции, которые, которые, из этого же, это его жизнь. И после неудачи в Одессе его перестал он приглашать, если будет такое. По вашему мнению, чем он может уменьшить этот риск? Какие шаги первые, которые сразу во многом снимут проблемы, которые могут возникнуть в дальнейшем? Ну, вопрос заключает, здесь безумно много вопросов. Во-первых, вопрос, он сказал, что он будет проводить полную смену аппарата. Вопрос в том, как он будет людей этих набирать. Как будет проходить система конкурсов, о которых он сказал. Каким образом он будет оценивать профессионализм людей. Как он сумеет выстроить механизмы обратной связи. Потому что очень важно, чтобы была реакция там, где тот, кто управляет, чтобы было понятно не только то, что он докладывает, но и что снизу приходит. Вот здесь система отсутствует напрочь сегодня. У Палица это была очень большая проблема. Обратная связь была ноль. Значит, как он сумеет это сделать? Сумеет ли он наладить эту систему? Сумеет ли он добиться того, чтобы люди поверили власти хотя бы по минимуму? Потому что сегодня доверие власти носит чисто отрицательное значение. То есть те, от кого многое зависит, я не имею в виду там олигархи наши, а вот там малый бизнес профессионал, они власти не верят. Они готовы избегать власть любым путем. Того, чтобы они поверили, вот это возникновение доверия к власти, это принципиально сложный вопрос. Поэтому я не знаю, как это все будет делать. У нас даже перевернутое доверие к власти, потому что, вы знаете, в Одессе существует такое правило. Нужно нам сказать правила игры, пускай это будут там деньги, возможности, да, откаты. Вот правила игры, чтобы знать. Вот тогда мы будем с вами нормально говорить на цивилизованном уровне. А так, мы когда не знаем правила, когда мы не знаем, как вас удовлетворить, чем, тогда мы начинаем очень волноваться и находиться в непонятном, неестественном состоянии. Ну вот дело в том, что в Одессе вообще очень любят договариваться различными способами. Вот договаривание это, я уже много раз говорил об этом, что вот эти договоры не имеют ничего отношения к нормальному развитию страны. Развитие страны, возможно, только в том случае, если договариваться не нужно будет. Если нужно будет просто жить нормально. Вот, к сожалению, на сегодняшний день наш вот этот вот балласт договора всех, он перевешивает все, он давит и раздавливает все, понимаете. Поэтому сейчас вопрос заключается в том, будут ли выстроены правила игры без договора. Ну вот как он это будет делать, я говорю, это безумно сложная работа. Спасибо, закончилось наше время. В заключение хочу сказать, я с возрастом, наверное, очень люблю беспокойных людей. Я их очень люблю, я их очень уважаю. Я стараюсь им помочь. Я стараюсь увидеть в них благородство. И верю. И очень разочаровываюсь, когда я не нахожу это благородство в результате. Ну вот, пожалуй, один из тех людей, который сегодня у меня в гостях, Леонид Штекель, это тот человек, которому я верю. Я верю в его благородство. Спасибо большое. Спасибо. 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 Редактор субтитров А.Семкин